Итоги подведены. В Амурской области огласили территории, которые благоустроят в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Долгожданная реконструкция. В Тынде начали асфальтировать участок дороги по улице Красная Пресня. Новый вид мошенничества. Амурчанам начали поступать звонки от псевдоруководителей крупных предприятий. Неизвестные обманным путем просят оказать спонсорскую помощь на покупку медицинского оборудования. Впервые на Дальнем Востоке. В Благовещенске стартовал масштабный фестиваль «Территория детства». Ну а теперь подробнее об этих и других темах. В Приамуре подведены итоги голосования по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Напомним, в конкурсе участвовало 36 объектов из 11 муниципалитетов. Голосование, которому впервые допускались школьники с 14 лет, проходило с 15 апреля по 30 мая. Наибольшее количество голосов, более 8 тысяч, набрал Благовещенский сквер по адресу Ленина 61. Здесь предполагается организовать зоны отдыха для разных возрастов, в том числе установить детские игровые площадки. В Циолковском победителем стал сквер вдоль улицы Победы. Предусмотрено освещение территории, устройство тротуаров, спортивных комплексов, а также урн и скамеек. В Завитинске жители выбрали железнодорожный парк по улице Кирова. В предыдущие годы за средства местного бюджета здесь уже началась модернизация территории. Были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены столбы освещения, также лавочки и урны для мусора. Теперь планируется оборудовать игровые и спортивные площадки. В Белогорске лидером общественного выбора стала Аллея молодежи. Здесь намерены создать особое прогулочное пространство. В Зее жители проголосовали за преображение парка 40-летия Победы. Планируется устройство пешеходной зоны со скамьями и урнами, установка уличного освещения, устройство спортивных площадок и малых архитектурных форм. Укладка первого слоя асфальта стартовала на центральной улице Тынды. За выполнением работ на Красной Пресне следят специалисты строительного контроля. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации столицы БАМа. В день старта работ 8 июня подрядчик должен полностью завершить укладку на правой стороне дороги. Это участок от автостанции до перекрестка с улицы Школьной. А 9 числа дорожники приступят к асфальтированию левой стороны. Напомним, в 2021 году на капитальный ремонт центральной улицы Тында получила из федерального бюджета 250 миллионов рублей. Подготавливать территорию и демонтировать старое покрытие начали прошлым летом. Планировалось, что уже за два года на улице заменят асфальтобетонное покрытие, уложат новые тротуары, модернизируют освещение, отремонтируют водоотводные канавы и благоустроят территорию. Показатели сева, сои выше, чем зерновых культур. Столь необычная ситуация сложилась в амурских хозяйствах из-за поздних полевых работ, которые аграрии не смогли начать срок из-за дождей. Напомню, к севу зерновых в регионе приступили еще в конце апреля, а бобовые стали размещать лишь в мае. В целом же посевная страда в Преамуре вышла на финишную прямую. С зерновыми уже практически закончили хозяйство Ивановского округа, Свободненского и Серышевского районов. Там работы выполнены более чем на 90%. В Тамбовском чуть пониже – 85%. Однако муниципалитет лидирует по засеянной площади. Пшеницу, овес и ячмень там разместили на более чем 30,5 тысячах гектаров. В целом же по области план сева зерновых выполнен на 74%. А вот по сои этот показатель уже выше – более 81%. При этом ряд муниципалитетов, к примеру, Ивановский округ и Октябрьский район уже завершают работы, а Магдагачинский и Константиновский перевыполнили плановые показатели. Впрочем, по общей площади обработанных соевых плантаций в регионе также лидирует Тамбовский район – более 100 тысяч гектаров. В Амурской области появился новый вид мошенничества. Об этом предупреждают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. От имени этого ведомства звонят неизвестные на номера директоров крупных предприятий и просят оказать спонсорскую помощь на покупку медицинского оборудования для больниц. Первая попытка украсть средства одного из крупных амурских предприятий была зафиксирована 7 июня. И уже известно о нескольких типичных звонках. Неизвестный мужчина прикрывается именем заместителя руководителя Амурского Роспотребнадзора Михаилом Шептуновым. Мошенник настаивает на переводе на его счет денежных средств якобы для спонсорской помощи. Уважаемые руководители предприятий, организаций, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, просим вас обратить внимание, что управлением Роспотребнадзора не производится сбор средств и перечисления для приобретения медицинского оборудования для больниц. Действуют мошенники. Всегда можно уточнить в управлении Роспотребнадзора по Мурской области по телефону горячей линии информацию. Телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора по Мурской области, а также оперативного дежурного этого ведомства вы видите сейчас на своих экранах. Известно, что звонки на эти номера и уточнение вопросов уже спасли несколько амурских предприятий от финансовых потерь. Сразу две благовещенские команды попали на пьедестал почета Всероссийского детского хоккейного турнира «Золотая шайба». Такой успех впервые зафиксирован в истории амурского хоккея. Поздравить хоккеистов благовещенского клуба «Форвард», два возрастных состава которого оказались призерами всероссийского турнира, приехал губернатор Амурской области. Василий Орлов увлекается хоккеем и поддерживает его развитие в регионе. В соревнованиях участие приняли 200 команд. Благовещенские ребята в возрасте 8 и 9 лет стали лучшими, а 16 и 17 лет взяли бронзу. Глава области поблагодарил ребят за победное выступление, вручил их тренерам грамоты, а сами команды поощрил денежными премиями. Парни, мы очень внимательно смотрели, что происходило на турнире. У нас вообще впервые в области сразу две команды на призовых местах. Это очень круто. Вы большие молодцы. У нас в области сегодня строятся два еще катка с искусственным льдом. Один в Тынде, один в Благовещенске. Для чего это нужно? Чтобы как можно больше людей занималось хоккеем. Хоккей – это наш народный вид спорта. Очень крутой вид спорта, мужской. Мы очень вами гордимся. Более сотни юных амурчан собрались на открытии первого Дальневосточного театрального фестиваля «Территория детства». Масштабное культурное мероприятие объединило все профессиональные театры Дальневосточного федерального округа, чьи спектакли покажут для детей от 5 до 15 лет. Первую постановку «Гензели Гретель. Домик ведьмы» в Благовещенске презентовали актеры из Магадана. Многие зрители остались в восторге, в том числе и наш корреспондент Евгения Хмелева. Не ходи в дальний лес, ты один никогда. В темном страшном лесу пропадешь нам всегда. Чтобы создать на сцене сказочную атмосферу леса злой ведьмы, артисты Магаданского театра кукол привезли в столицу Преамурья габаритные декорации, яркие костюмы и необычные куклы. Именно их постановка «Гензели Гретель. Домик ведьмы» открыла долгожданный фестиваль «Территория детства». Уникальность картины в том, что куклы изготовлены в стиле маппет-шоу. Они показывают зрителю настоящие эмоции. Дмитрий Мартынов работает с куклами 10 лет. Он отмечает, управление такой конструкцией требует определенной ловкости. Одна рука остается прямой, а другая отвечает за жестикуляцию. На этот раз артист играет роль Гензеля. Он такой по характеру шалопай, маленький, задиристый. Это же детки все-таки. Они там с сестричкой постоянно бегают. И они никогда не унывают в любой ситуации. То есть у них не очень хорошая житейская история, потому что это голодные времена показываются. Все время хочется покушать, и их это не пугает. Потом злая мачеха их прогоняет в лес, запутывает тропинки, чтобы они не вернулись. Но они и в этой ситуации тоже не унывают. Брат постоянно подбадривает сестру, сестра брата. У нас не грустная история. Она очень веселая, такая, чтобы деткам было весело, смешно, хохотали. В течение восьми дней на фестивале «Территория детства» покажут свои постановки 17 кукольных театров со всего Дальнего Востока. Объединить территории организаторы планировали на протяжении двух лет. Свои идеи руководство Амурских театров драмы и кукол изложили в проекте, который поддержал Фонд президентских инициатив. Амурская сцена увидит шесть кукольных спектаклей и 11 картин театров драмы и тюзов. Организаторы отмечают – постановки подготовлены для детей любого возраста. Мы задумали фестиваль именно, в первую очередь, для детей. Для детей и о детях. Вот у него такая внутри себя задача – фестиваль для детей и о детях. Для детей и о детях пишут абсолютно взрослые люди. Играют в спектакли абсолютно взрослые люди. Но все это для детей. Среди зрителей посмотреть знаменитую картину пришли 72 воспитанника Благовещенской прогимназии. Я думаю, что ростовые куклы, такие взрослые люди, которые наряжены вот в этих костюмах, да, это такой какой-то колоссальный заряд энергии, какой-то заряд эмоций ребятишек. Потому что мы это уже наблюдали. И они так энтузиастом вот это все относятся. Прямо у них глаза светятся. Ну, правда. Территория детства поддерживается президентским фондом культурных инициатив. Реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Правительство Амурской области, администрации Благовещенска. Имеет более 50 партнеров и спонсоров. Фестиваль пройдет с 8 по 15 июня. Евгения Хмелева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Самый большой экспонат появился в Музее истории БАМа в Тынде. Это бочка диогена, которая представляет собой вагон цилиндрической формы. В 90-е годы его использовали в качестве жилья для людей, которые занимались возведением Байкала Амурской магистрали. Ну, а сегодня это уникальный экспозиционный зал, в котором показаны условия бытостроителей и даже поэтов. Накануне объект открыл свои двери для посетителей. Тему продолжит наш корреспондент. Диоген говорил, что человеку нужно совсем мало. Была у него кружка, посох и плащ. И подумал диоген, решил, что и кружка не нужна. Это тоже лишняя вещь. Можно пригоршнее пить из реки, из озера, из ручья. По преданию, древнегреческий философ диоген Синопский жил в бочке. Таким образом, он хотел показать, что не нуждается в материальных вещах. В годы возведения Байкала Амурской магистрали строители тынды жили в переоборудованных железнодорожных цистернах. Из девяти таких бочек-вагончиков был сформирован квартал и получил название «Улица Диогена». Находилась она в районе нынешней гостиницы «Юность». Сегодня в северной столице Преамурья в восстановленном виде существует только одна такая бочка. Когда-то она была на той самой улице Диогена, а теперь находится в музее истории БАМа. По размерам цистерна небольшая. Ее длина – 9 метров, высота – 3 метра. Вот уже фотографии. Посмотрите, вот так эти бочки выглядят. Вот 1976 год. Предметы быта, представленные в бочке Диогена, доставили для экспозиции с фондов музея. Четыре кровати и столько же тумбочек. Маленькая кухня и стол наподобие тех, что раньше стояли в вагонах, ресторанах, поездов. Посуда, одежда. Другими словами, все самое необходимое для жизни в то время. Мне очень понравилась эта экскурсия, когда я зашла. Мой взгляд, я даже не знала, за что мне зацепиться. Все было такое интересное и увлекательное. В первом корпусе было очень много карандашных графических рисунков, что тоже зацепили все-таки мой взгляд. Во втором же корпусе мне очень понравились кровати. Хоть нам и нельзя было их трогать, но они мне показались такими воздушными, уютненькими. Я думаю, моим ребятам, которые были со мной, тоже очень понравилось. На территории музея истории БАМа эту бочку установили в 2003 году. Она разделена на два зала. В одном восстановили исторический интерьер, в другом разместили экспозиции по истории улицы Диогена и литературной студии «Звено». Один из участников этой студии – знаменитый поэт бамовский, автор стихотворения, стихов, песни, посвященный стыковке БАМа Владимир Сверидович Гузий. Его портрет, его личные вещи находятся в музее, находятся здесь в бочке Диогена. Владимир Гузий также жил в одной из девяти бочек Диогена. Номер, ныне существующий, установить не удалось. Однако не исключено, что это и есть та самая третья, в которой собирались бамовские поэты, сообщается на сайте музея. Работать экспозиционный зал будет до сентября текущего года. Наталья Откачук, Анастасия Слесарева, Дмитрий Белокерницкий, Амурское областное телевидение. В тынде школьники во время рыбалки нашли в лесу травмированного лебедя. С ушибом крыла, краснокнижную птицу ребята доставили в Центр детского творчества. В ближайшее время Пернатова планируют отправить в Благовещенск в Управлении по охране животного мира, сообщает пресс-служба администрации столицы БАМа. А пока лебедь, которому дали имя Серафим, находится под присмотром сотрудников Центра детского творчества. К нам направили ветеринара, чтобы он его осмотрел. Ветеринар осмотрел, сказал, что он здоров, но у него ушиб сильный правого крыла. Сейчас лебедь находится в эколого-биологическом отделе Центра детского творчества. За ним ухаживают педагоги и специалисты. Он хорошо кушает, хорошо себя чувствует. Ждем, когда его заберут и направят в реабилитационный центр в город Благовещенск. Этот материал завершает выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин